Что делает трейдера успешным? Вот какое одно ключевое правило? Мы часто говорим там, да, риск менеджмент, правила управления капиталом, но это естественно. Логично, что если ты рискуешь много, ты потеряешь много, если у тебя ненормированный риск, ты можешь вообще все слить и очень быстро. Понятно, что нужны правила, какая-то торговая стратегия, система. Это уже изъезженная тема, это ясно. А что надо этим стоит? Психология, ну это тоже понятно, что нужно быть дисциплинированным, следовать правилам. А что стоит еще выше? Я об этом говорю очень часто в своих видео, но сегодня еще раз хочу обратить ваше внимание на важность, критичность этого момента. Потому что если вы будете учитывать в своих сделках, в своих торговых решениях, то качество сигналов, отработка этих сигналов, уровень, ваше собственное понимание, скажем так, своей системы, своей стратегии будет запредельным. Так вот, что за, про что речь, да? Что за такой важный момент? Это среда, контекст рынка. Зафиксируйте, зазубрите. Какую бы вы систему, стратегию не использовали, если вы ее используете не в правильных условиях, слив. Она может делать деньги в конкретных условиях, но во всех не делает одна система, точнее не одна система, а один конкретный сигнал во всех рыночных условиях. Какие рыночные условия? Трендовые и неопределенность, консолидация, боковик. Трендовые еще подразделяются на волатильные и неволатильные, это отдельная история. Но если мы разобьем на две категории, то флет и тренд. Соответственно, когда мы говорим про тренд, то мы используем одни сигналы. Когда мы говорим про флет, мы используем другие сигналы. И вам остается определить и сформировать для себя ряд условий, по которым вы будете квалифицировать, что это тренд, на рынке тренд или на рынке флет, например. Есть несколько вариантов, как это можно делать. Визуальный анализ, когда мы просто смотрим на график. Это анализ с помощью разных таймфреймов, когда мы берем более старший таймфрейм. И там определяем тренд, потом переходим на свой рабочий и ищем подтверждение. То есть много-много вариантов. Например, если я intraday trader, то наверняка меня интересуют максимумы предыдущей торговой и минимумы предыдущей торговой сессии, максимумы минимумы предыдущего торгового дня. Соответственно, если цена находится над этими уровнями, я подразумеваю, что тренд бычий. Если под, то тренд медвежий. То есть много-много вариантов. И я рекомендую вам провести свое исследование. Наши трейдеры четко знают, как работает с контекстом рынка. Потому что у нас есть как автоматическая система, скажем так, определение состояния рынка, так и ручная, когда мы смотрим на график, смотрим уровни и определяем контекст. Как мне трейдеры иногда прислали, Аркадий, проверьте. Вот у меня, я себе расписал правила, по которым буду входить в рынок. Первое правило, там, смотрю тренд на старшем таймфрейме. Второе правило, потом определяю уровень на старшем таймфрейме. Третье правило, жду возле уровня сигнал. Этот сигнал подтверждаю какой-нибудь свечой, например. И это все прекрасно. И это супер. Это шикарно, что у вас есть вот эта последовательность. Я надеюсь, что мои видео вам помогают формировать свою собственную последовательность. Но это второй момент все равно. Потому что если вы эту последовательность, которую вы для себя зазубрили, накладываете на не тот рынок, где эта последовательность может работать, вы сольете все деньги. Но ваша последовательность прибыльна. Но только в конкретных рыночных условиях. Именно поэтому мы используем разные сигналы под разное состояние рынка. Мы не используем только вот один сигнал на пробой везде подряд во всех рынках. Это не работает. Поэтому не обращайте внимания так много на паттерны. Есть и есть. Они наверняка работают. И даже самые банальные, базовые, известно, они работают. Но в конкретных рыночных условиях, в конкретных обстоятельствах. То есть вам нужно вот это обстоятельство поставить на первый план, а потом к нему уже долепливать. Если полезно, ставьте лайки, пишите вопросы свои, подключайтесь к нам, торгуйте с нами. Если что-то непонятно, либо у вас так много вопросов, то проходите по ссылке под этим видео. На странице любого продукта есть рубрика «Вопрос-ответ». Все ваши основные вопросы мы записываем, заносим туда. По поводу, какой мне нужен депозит, я пойму ли я все, я новенький, какую систему выбрать и так далее. В общем, если вы там не нашли ответов на вопросы, то пишите нам на почту. Инфо собака за трейдеру. И, конечно, до встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok